Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео! Сегодня будет очень интересное видео, можно даже сказать шокирующее. Кто-то сможет рассмотреть в нём инсайт, к чему мы идём и что нас ожидает в будущем. Я хочу сказать, что речь пойдёт только о США, но это справедливо и для остальных стран, потому что там стремятся к точно такой же цели. Но прежде чем мы начнём, не забудь поставить лайк. Это очень помогает видеороликам продвигаться, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Большое спасибо! Федеральная резервная система и банки только что сделали то, о чём я подробно рассказывал на этом канале, наверное, уже года два. Конечно, раньше я об этом говорил чаще, но тем не менее, добро пожаловать в эру цифровых валют центральных банков, ведь она начинается прямо сейчас. Многие люди смеялись надо мной, называя меня сумасшедшим и говорят, что это просто какая-то теория заговора. Что ж, у меня есть для тебя новость, что банки только что запустили свою 12-недельную пилотную программу цифрового доллара. И этот цифровой доллар имеет сходные черты с токеном FTT от биржи FTX. FTX создали свой токен FTT, который не имел никакой ценности, тем более сейчас не имеет. Затем взяли кредит под него и использовали для покупки реальных активов, что закончилось катастрофой после того, как их активы рухнули и токен FTT в том числе. Теперь сразу же после краха FTX мы видим, как всё больше других бирж терпят крах. Мы видим большое давление и даже банкротство некоторых криптобирж и площадок. Геминия, Генезис, Вояджер, Цельсиус и Тералуна. А теперь банки и Федеральная резервная система и правительство собираются сделать практически то же самое. Просто это называется по-другому. Не FTT или Тералуна, а цифровой доллар. Сегодня я собираюсь поговорить о программе, которую они только что запустили и как это на самом деле приведёт нас к финансовой тирании, где они смогут диктовать, на что и куда ты сможешь тратить свои деньги и даже самое интересное, как быстро ты должен их потратить. Также мы поговорим о том, как это может повлиять и на нашу социальную активность, на нашу свободу слова в социальных сетях и обо всём, о чём и так сильно беспокоимся. Итак, американские банковские гиганты и ФРС Нью-Йорка начинают 12-недельный пилотный проект по внедрению цифрового доллара. Citigroup, HSBC, Mastercard, Wells Fargo и другие входят в число финансовых компаний, участвующих в эксперименте вместе с инновационным центром ФРС Нью-Йорка. Говорится в их заявлении. Проект, который будет называться «Сеть регулируемых обязательств», будет проводиться в тестовой среде и будет использовать смоделированные данные, заявили ФРС Нью-Йорка. В ходе эксперимента будет проверено, как банки, использующие цифровые долларовые токены в общей базе данных, могут помочь ускорить платежи. Они все говорят, что это великая вещь, большое достижение, которое поможет ускорить наши платежи. Но ты представляешь, что произойдет, когда будет следующая рецессия, когда уже цифровой доллар будет повсеместно. Я уверен, сначала они отправят цифровые доллары на кошельки граждан, а затем попытаются объяснить все преимущества, которые он им даст. Но на самом деле это приведет к созданию еще одной валюты, точно такой же, как эти токены, которые не имеют никакой ценности и которые создают криптовалютные фирмы. Terra, UST, FTX, FTT, Tron, USDT и так далее. Люди говорят, что токен FTT был ничем не подкреплен, но а чем сейчас подкреплен доллар США? Он абсолютно ничем не подкреплен. Сначала он был подкреплен золотом один к одному, потом, а совсем позже, в 1971 году, они и вовсе отменили золотую привязку. По сути, доллар США тоже ничего не стоит. Единственная причина, по которой он имеет ценность, как и любая другая фиатная валюта, это потому, что правительство говорит, что он имеет ценность. И мы все с этим соглашаемся, мы все в это верим. Но в конце концов, что происходит с любой фиатной валютой? В конечном итоге они возвращаются к своей внутренней ценности, а именно к нулю. Они теряют все 100% своей ценности. То же самое произойдет и с этой федеральной цифровой валютой. Доллар США сегодня это не тот доллар, который был 100 лет назад. Опять же, он был обеспечен золотом, он имел гораздо большую ценность, большую покупательную способность. Но сегодня доллар США потерял более 90% своей покупательной способности. Ну да ладно, как именно будет работать цифровой доллар? Давайте посмотрим глубже. Этот проект является самым значительным на сегодняшний день шагом в создании цифрового доллара для улучшения финансовых расчетов. Администрация Байдена рекомендовала быстро создать цифровой доллар. И США недавно начали выделять ресурсы на эти цели. Другие страны также изучают планы по созданию собственных цифровых валют центральных банков. Да, мы уже видели это в Китае. Они объявили о создании своей цифровой валюты центрального банка. И мы уже успели увидеть, какую финансовую тиранию они могут использовать в отношении своих граждан. Они создают основную цифровую валюту центрального банка и говорят, что только вот здесь ты сможешь потратить ее. В этой экономической зоне в такое-то время. Или даже в этом районе своей области. У цифровой валюты центрального банка также есть сроки действия. Поэтому они могут создать эти деньги, отправить их тебе и сказать, что ты должен потратить их на протяжении определенного количества времени. Иначе срок действия этих денег истечет. Например, через три месяца, полгода или что-то вроде того. То есть ты теряешь свою покупательную способность, не имея при этом отрицательных процентных ставок и инфляции. Проект по проверке концепции – это 12-недельная работа, в ходе которой будет проверена реализуемость функционирования и совместимость платформы цифровых денег под названием «Сеть регулируемых обязательств» – RLN. Она будет работать на основе распределенного реестра, чего-то вроде блокчейна, лежащего в основе биткоина. Целью является улучшение финансовых расчетов и в этой работе примут участие, внимание, центральные банки, коммерческие частные банки и регулируемые небанковские организации. Итак, что же все-таки произойдет? Как я понимаю, они создадут эти коммерческие частные центральные банки, как бы странно это ни звучало. Не федеральные банки, не правительственные банки, а конкретно коммерческие частные банки. То есть мы будем иметь банк международных расчетов, в котором они будут хранить твои цифровые доллары. С помощью него они собираются контролировать, когда и где мы используем наши деньги. Получаешь ли ты подарок или продаешь что-либо на распродаже, в онлайн-магазине, они смогут отслеживать каждый цент, который ты зарабатываешь, чтобы обложить его налогом. Каждую копейку нужно обложить налогом. Как мы видим, они очень пытаются найти способы увеличить свои налоговые поступления. Так вот почему они нанимают эту армию агентов налоговой службы. Только в ноябре аж целых 700 новых вакансий разместили. А теперь послушай, как будут выглядеть эти криптовалютные токены, пока что в пилотной, тестируемой версии. Доллар США будет представлен в виде токенов, а расчеты будут осуществляться посредством смоделированных резервов Центрального банка в общей распределенной бухгалтерской книге, состоящей из нескольких субъектов. Пилотная версия будет проводиться в тестовой среде и будет использовать технологии, предоставленные SETL и Digital Asset. Еще одна вещь, которая мне кажется небольшим совпадением, так это то, что эта новость была объявлена всего через неделю после краха FTT. Теперь все мы знаем, как Сэм Бэнкман остался на свободе после всего. Он был очень-очень близок с правительственными чиновниками, пожертвовав миллионы миллионов долларов демократической партии. Он пожертвовал 5 миллиардов долларов для администрации Байдена. Да, он также жертвовал немного денег республиканцам, но большую часть, конечно, демократам. И действительно, это то, что не пытается сделать – купить политиков с обеих сторон. Его родители также пожертвовали немного денег республиканцам, но большую часть отдали демократам. Отец Кэролайн, его бывшей девушки и генерального директора Аламеда Ресеч, оказался боссом Гэри Генслера, который сейчас является председателем комиссии по ценным бумагам и биржам США, и который часто встречался с Сэмом Бэнкманом. Мы уже видели, как они работали с украинским фондом, чтобы организовать пожертвования в Украину, которые в итоге проходили весь путь до их центрального банка, а потом исчезали. Об этом я снимал отдельное видео, если ты не видел, ссылка на него в описании. Все это очень-очень подозрительно, потому что все это происходит в одно и то же время. Крах FTX, свободно гуляющий SBF и анонс теста цифрового доллара. Конечно, это может быть просто совпадением, но я думаю, что центральные банки и правительства не позволят криптовалюте конкурировать с их ЦВЦБ. Если люди думают, что биткоин или криптовалюта в целом собираются стать новой мировой валютой, я тоже так думал, то пусть подумают еще раз. Ни правительство, ни центральные банки не позволят этому случиться. Ну или, по крайней мере, попытаются не позволить. Они уничтожат или попытаются уничтожить криптовалюту, что мы сейчас и наблюдаем, кстати говоря. Конечно, они не смогут уничтожить биткоин, потому что это единственная реальная децентрализованная криптовалюта. У биткоина нет ни центрального офиса, ни генерального директора. Но они собираются регулировать криптовалюту так, чтобы минимизировать конкуренцию с их цифровым долларом. И сегодня Джо Байден призвал открыто полностью изменить правила игры. Об этом я писал в своем телеграм-канале, подпишись на него по ссылке в описании. Мы уже на пути к 6 тысячам подписчиков. Ты можешь подумать, что цифровой доллар – это просто замечательная инновация, что нет абсолютно ничего плохого в нем. Например, это сделает расчеты быстрее, проще и удобнее. Да, возможно, это будет иметь некоторые плюсы, но есть кое-что, что меня очень беспокоит. А именно то, что мы видим в банковской системе сейчас – это огромная цензура. И то, что сейчас начинается – это финансовая цензура или финансовая тирания. Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать 43 банковских аккаунта, потому что их владельцы нет демократично себя ведут. Например, если ты публикуешь что-то в социальных сетях, что идет в разрез с правительственной повесткой дня, ты рискуешься остаться без социальных сетей. Что социальная сеть может сделать в таком случае? Ну, например, заблокировать твой аккаунт. Но знаешь ли ты, что происходит сейчас с людьми, кто недавно пошел против правительственной официальной позиции? Они не просто получают заблокированные аккаунты в соцсетях, они получают замороженные счета в банках. Подобное происходило с такими людьми, как Кэн Юэст или Эндрю Тейт. Не то, чтобы я согласен со всем, что они говорят, но к чему приведет такая практика? Это приведет к тому, что если ты скажешь что-нибудь против правительства или задашь слишком много вопросов, то ты не только получишь забаненный аккаунт в социальных сетях, но и заморозку своих банковских счетов. Подобное произошло, например, в случае с канадскими дальнобойщиками. Люди, которые только что пожертвовали им, чтобы попытаться помочь этим дальнобойщикам, обнаружили свои счета замороженными. Это и есть тот фактор, который меня беспокоит. Поэтому я продолжу снимать видео о цифровой валюте Центрального банка, потому что если мы не скажем правительствам, что нам это не нравится, мы станем просто овцами, которых ведут на убой. Как только наша свобода исчезнет, те, кто готовы пожертвовать насущной свободы ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности, как говорил известный человек. А меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было интересным, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok